Здравствуйте, это Viva Telecom и мы сегодня в городе будем тестировать радиостанцию Hightera серии HP600, модель называется HP605. Оборудование будем использовать стандартное, антенна штатная, 9-сантиметровая, КСВ у нее на нашей рабочей частоте, на которой мы будем станцию тестировать, 433 700 и КСВ там около полутора. Ну то есть она достаточно хорошо настроена именно в эти частоты, поэтому с антенной по крайней мере проблем нет. Но это принципиальный момент, то есть мы используем именно штатные антенны, которые поставляются в комплекте. Аккумулятор, естественно, полностью заряжен, по точкам мы идем по стандартным, я вам приведу карту. Линия связи у нас находится следующим образом, то есть я иду по точкам, второй абонент у нас находится в здании на девятом этаже, на линии, ну то есть линия связи непрямую видимость имеет, то есть оконные проемы здания выходят перпендикулярно линии связи. Так, ну все, проходим тогда по точкам, я вам продемонстрирую и потом подведу итоги, как она пройдет. Так, Hightera HP605 полная мощность, цифровой режим, первая точка, 680 метров, пишем. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5, прием. Один, два, четыре, пять, прием. Стоп, а где три, я не понял, еще раз прием. Один, два, три, четыре, пять, прием. А то все подумают, что Hightera уже начала на первой точке фразы пропускать. Все, тогда давай следующий, Hightera, прием. Да, я, вроде бы, второй, еще один, не пропускаю. Прием. Нет, ну надо разобраться, когда, почему, те, кто приятнее, услышал вообще никак, прием. Ну, в общем, без проблем, пять баллов Hightera получает на первой точке цифровой режим. Так, радиостанция Hightera HP605, точка номер два, много высоковольтных проводов, проверяем связь. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5, прием. Один, два, три, четыре, пять, прием. Все, на следующую переключайся, все, отлично, прием. Но 5 баллов однозначно, никаких проблем нет вообще у Hightera, все хорошо. Так, Hightera HP605, точка номер три, 1400, расстояние. Здесь очень шумно вдоль дороги, поэтому громкость динамика здесь проверяем, в основном местность открытая. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5, прием. Один, два, три, четыре, пять, прием. Все, переключайся на следующий прием. Ну, вообще отлично, и громкость динамика тоже впечатляет у нее, никаких проблем даже вдоль дороги нет, 5 баллов она получает. Так, радиостанция Hightera HP605, точка номер четыре, 1800 метров, тоже вдоль дороги. Ну, тут не так шумно, как там, там дорога все-таки посерьезней. Пытаемся связаться, расстояние, ну, расстояние небольшое, и местность, в принципе, открытая. Здесь площадка магазина, парковочная. Пытаемся связаться. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5, прием. Один, два, три, четыре, пять, прием. Все отлично, включай следующую Hightera, все хорошо, прием. Но 5 баллов, даже уши режет от такой громкости звука, то есть все отлично. Я специально, естественно, ставлю на полную громкость, чтобы вы слышали уровень. Все хорошо, следующее. Так, Hightera HP605, пятая точка, расстояние 2100, много зданий на пути следования сигнала. Пытаемся связаться. Сначала в цифровом режиме. Надежда, досчитай, пожалуйста, до 5, прием. Один, два, три, четыре, пять, прием. Все, переключайся на следующую Hightera, отлично, эта станция отработала, прием. Ну, смотрите, 605, получает здесь 5 баллов, связь стабильная, фактически без искажений, все отлично. Весь счет полностью прошел, даже в цифре. Так что будет она на следующую точку уходить. Так, Hightera HP605, точка номер 6, 3100 метров, пытаемся связаться. В цифре, кстати, связи уже нет. Мы подвигались здесь везде, к сожалению, не принимает она в цифре, уже пытаемся в аналоге. Надя, посчитай, пожалуйста, до 5, прием. Надя, досчитай, пожалуйста, до 5, прием. Надя, досчитай, пожалуйста, до 5, прием. Надя, досчитай, до 5, прием. Ну, к сожалению, как видите, тоже связи нет, хотя без камеры мы и связались, но там... Ну, вот. И 5, прием. Ну-ка, еще, еще разочек, прием. Ну, это уже не связь, естественно. Все, выбывает 605-я тоже из дальнейшего тестирования. На 705-ю сейчас переходим. Так, ну, давайте подведем итоги тогда по тестированию радиостанции HP605. Есть некоторые нюансы у нее, что не особо нравится. То есть, вот этот индикатор, да, который отвечает за включение питания, ну, и за прием и за передачу, он на солнце фактически не виден. Поэтому, когда мы нажимаем кнопку питания, то непонятно, станция включается или нет. В помещении-то индикатор загорается, что питание начинает подаваться и станция грузится. А на солнце этого увидеть невозможно, поэтому фактически приходится эту кнопку держать все время для включения питания. Вот, то есть, она сейчас ярко виден, да, индикатор. Но, когда... Когда это на солнце, на ярком, то этого не видно. Ну, то есть, хотелось бы вообще классическое управление все-таки, а не вот с этими переключениями каналами странными, да, и с отдельной выносной кнопкой питания. В целом же станция отработала отлично, то есть, у нее очень громкий динамик, она фактически ничем не уступила 705-й. Она была лучше по дальности связи, чем Calta PH600. Ну, то есть, точки вы видели, можете сами сделать выводы. То есть, станция нам понравилась, причем по габаритам она поменьше, по весу она поменьше. То есть, если использовать ее в профессиональном режиме и выбирать между 700-й серией и 600-й, я бы, наверное, выбрал все-таки 600-ю серию, потому что она поудобнее и в руке лежит, и, в принципе, по дальности связи она ничем не уступила. То есть, отлично, все у станции хорошо для работы в городских условиях. Далее, по поводу общих баллов, все будет посчитано и занесено в таблицу, ссылка на таблицу будет в описании видео. На этом тогда закончим с этой станцией. Подписывайтесь на канал, это Vivo Telecom. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok